К нашему эфиру присоединяется Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Мария, рада приветствовать вас в студии Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте, я тоже рада вас приветствовать. Я приветствую всю нашу аудиторию. Здравствуйте. Давайте начнем с ситуации в Курской области. Вот несколько дней назад я услышал, прочитал такое мнение, что противодействие силам обороны Украины на Курщине может потребовать от российского командования стратегии выжженной земли, ранее применявшейся в Авдеевке и Бахмуте. И вот уже пропагандисты на Первом, в частности, призывают начать ковровые бомбардировки, стирать с лица земли, занятые противником города. Как считаете, применение той же тактики против собственных городов возможно? Ну и вот хочу отметить, что накануне россияне скинули авиабомбу на Ледовый дворец в Судже. То есть могут... Понимаете, в чем дело? У них настолько ничего не изменилось, и никаких выводов они не сделали из результатов Второй мировой войны. То есть это навязчивые лозунги, которые по сей день сеет эта пропаганда. Вот в те моменты, когда они выражаются вот этими своими дикими словосочетаниями про то, что они там могут повторить, они вот, в общем, учитывают количество погибших во Второй мировой войне. То, как они воевали, что они делали, какие решения принимали, сопоставимы ли это, ли эти потери по численности вообще, и можно ли после таких жертв говорить о том, что там, знаете ли, какое-то победовесие у всего мира, поэтому день скорби и тишины памяти о погибших у всех нормальных людей, которые, кстати сказать, тоже являются победителями, вот в том числе во Второй мировой. Но они тогда сжигали без какой-то необходимости крещатик. Прекрасный архитектурный ансамбль. Говорят, что вообще на рубеже 19-20 веков вообще не было более изящного архитектурного ансамбля ни в центре ни одной столицы мира или Европы, ну как минимум. Значит, не прогресс. Сколько повлекло чудовищных невосполнимых жертв. И, кстати сказать, урон, таким образом нанесенный, соответственно, вот врагу, был, в общем-то, ну, как вам сказать, крайне спорным. Историки считают, что это вообще несопоставимо. И, в общем-то, мало какие потери. Это все, значит, обеспечило нацистов, в то время как погибших как раз-таки среди мирного населения было колоссально много. Значит, дальше они заминировали целиком Ленинград, весь центр, этот Эрмитаж, всю эту дворцу. Они все заминировали, там не пришлось это все сделать. Только по той причине, что им сказали, что, дескать, тогда будет сложнее обеспечивать военные производства, которые все еще находились в Ленинграде. И тогда, значит, во время этой блокады, которую, в общем-то, они в том числе, ну, как бы вам сказать, не считали для себя большой проблемой. По той причине, что военные предприятия продолжали снабжаться. Это вымирали мирные граждане и голодали. А дальше, допустим, когда им нужно было взорвать Петербург, так они его взорвали. И я просто поражаюсь какому-то еще непонятному наплыву туристов в этот полнейший новодел. Поэтому ничего нового в их как раз-таки тактике я не вижу. Более того, у них, видимо, такая идея, что тут все методы хорошие. Значит, учитывая, что они росли, вот эта доктрина военная, не поменявшаяся, она им кажется совершенно естественной. Поэтому то, что они вот будут это проделывать, у меня не только что там удивление не вызывает. У меня даже почти сомнений на этот счет нет никаких. Вопрос в том, что они еще и, ну, не их конек, скажем так, бои в городской местности, мягко говоря. Поэтому они наверняка понимают, что это вообще им не по силам, не по зубам. Поэтому я могу себе представить, что они будут последовательно принимать какие-то подобные решения. Вот. Другое дело, что им это вряд ли все поможет. Понимаете, даже варварские методы, все-таки, понимаете, это было еще когда, тогда, может быть, действительно, благодаря американскому ленд-лизу, благодаря тому, что именно что техническое снабжение, то есть военные получали новейшие образцы передовой американской техники. То есть сейчас, наверное, даже нет смысла перечислять эти колоссальные цифры, когда самолеты Рузвельт отправлял. Ну, поначалу это было, это касалось Великобритании, а потом и Советского Союза, колоссальные поставки. Это позволило, в конце концов, то есть их этот социализм, который никуда не делся. Ну, вот и поныне он в этих, значит, как это сказать, башках застрял. То есть они проиграли в холодной войне, проиграли при том, что они грабили свое население, оно уходило нищие с авоськами, пенсионеры эти несчастные стояли перед пустыми прилавками, когда наконец что-то выкинуто в условиях дефицита. Вот эти люди, которые как бы отдали все на, так сказать, благо вот этого режима, всю свою жизнь положили силы и так далее, вот они потом теснились, значит, по морозу вот в этих очень унизительных очередях. Часто это было зимой, часто пенсионеры не выдерживали, кто-то умирал. И вот эти воспоминания, они такие всегда душераздирающие, вот как они рассказывают, непозволительные. Все было, и в это самое же время они выкидывали все свои, как бы, ресурсы вот на свое вот это военное производство, которое, тем не менее, никаким образом не соответствовало американским образцам, и, соответственно, теперь уже можем говорить о том, что процветающие Соединенные Штаты не экономили при этом, развивая свой ВПК на гражданах, у них точно так же и гражданская промышленность была в роскошном состоянии. Если вспоминать, допустим, периоды развала уже окончательного Советского Союза при Рейгане, уж так расцветала американская экономика во всех направлениях, о чем тут уже говорить. А они не смогли повторить украденный IBM. У них была своя там машина под названием BSM, то есть какая-то там электронно-вычислительная, какая-то со сложным названием. То мне кажется, что вот эта BSM, как она тогда ничего не смогла, так и теперь вот они только добавили, видимо, букву D, и теперь это вот государство, которое занимается своим народом BDSM в извращенной форме. Ну, потому что у них все еще хуже, трещит по швам Тришкин этот кафтан, лоскутное одеяло российской экономики. Но, тем не менее, военные, конечно, хотят настаивать на том, чтобы больше доставалось им и еще меньше всем остальным. Другое дело, что им это не поможет по той причине, что сейчас на их стороне только вот эта ось зла со своим низкопробным, низкокачественным, несовременным вооружением. А что нужно нам? Нам нужно, чтобы в ответ на это безобразие, которое сегодня всю ночь продолжалось, мир наконец-то понял, что Украине надо не только предоставить оружие, которое есть в Украине, но и снять ограничения по его использованию, для того, чтобы этого ничего больше не было, для того, чтобы сейчас вот как раз, знаете ли, ну, жаль, что ленд-лист не действует в настоящий момент, и сейчас уже вот параллель бы можно было бы провести, как Америка помогала ленд-лизам в свое время, встав на светлую сторону истории против нацистской Германии. Но теперь вот хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы уже, несмотря на то, что они не использовали тот прекрасный канал, который сами же супер-большинством проголосовали в 22-м году, чтобы хотя бы теперь уже не было ограничений по дальности того вооружения, которое все-таки удалось получить. Знаете, у меня такие параллели очень горькие какие-то сегодня возникли, в связи с тем, что происходит. Я вот подумала, знаете, когда-то были в 30-е годы страшные периоды, когда житница, добывающая фактически еду и засевающая поля для всего, наверное, этого огромного Советского Союза, вынуждена была ограничиваться до такой степени и погибать, и видеть и знать, как голодают семьи, когда эти колосящиеся поля рядом. Ну, это, конечно, может быть такой суровый пример, но тем не менее, когда нельзя колосок домой отнести. Вот вы знаете, когда есть оружие, а им нельзя ударить по аэродрому, с которого взлетает смертоносный этот миг со своими мерзкими ракетами, когда, или вернее, как он там называет, эти самолеты, уже все эти самые названия, которые находятся 150 километров от финской границы, да, нам немножко далековато, Энгельсе согласна, но хотя были уже достаточно обнадеживающие кадры, знаете, дроны долетают уже, но тем не менее, с финской стороны это 150 километров. Не стоит напоминать, что Финляндия по сей день, сколько, до 30% территории с 1939 года по-прежнему еще оккупирована этой тюрьмой народов с 1939 года. Не пора ли сейчас, глядя на успехи в Курской области, присоединиться к отважным, мужественным украинцам? Не пора ли по-настоящему помочь? А не просто смотреть, как один из каких-то шахедов залетел на территорию Польши и, видите ли, затерялся в 25 километрах. Я думаю, что это был бы повод взять и ответить по вот этому аэродрому, откуда 150 километров от финской границы взлетают эти смертоносные, омерзительные машины. И это касается еще целого ряда других объектов, где, конечно, бы нам не помешало бы содействие и уж как минимум разрешение на дальность применения вооружения из Соединенных Штатов. Ну вот как раз сегодня в своем вечернем обращении Владимир Зеленский сказал, что присутствие наших сил обороны в Курской области как раз это способ компенсировать дефицит дальнобойности. Будем надеяться, что о красных линиях больше никто не будет заикаться. Тут смысл в этих красных линиях, в отмене, в стирании этих линий уже очевиден. Я бы хотел еще касаемо Курской области поговорить о реакции Путина. В первые дни операции вооруженных сил Украины Путин делает вид, что ничего не происходит. Едет в Баку, договаривается о чем-то несущественном с Ильхамом Алиевым. И тут же следует, я бы сказал, молниеносная реакция Путина на то, что нужно менять срочника. Ведь Путин обещал, что срочники на фронте воевать не будут. И таким образом под давлением матерей решил в срочном порядке вернуть им сыновей. Но я отмечу, что не всех сыновей вернул. Плацдарм ВСУ в Курской области расширяется. В плен попадают все новые и новые срочники. Как считаете, Путин боится материнского бунта? Я считаю, что здесь есть две важные темы, которые мы должны обсудить. Во-первых, срочники, которые оказываются, и которые, кстати сказать, предпочитают оказаться в плену вооруженных сил Украины, потому что они знают, что будет исполняться Женевская конвенция, международные правовые договора, чего, конечно, нельзя добиться от заградотрядов, которые стоят в тылу у них. И, казалось бы, раз они принимают такое решение, то почему оно такое, знаете ли, бежать именно что навстречу, казалось бы, а не в тыл? То вот это именно по той причине, что они понимают, что это сохранит им жизнь. Но им недостает еще одного важного решения. И мало того, что они, конечно, ну, это, так сказать, здравый смысл он продиктовал, куда бежать. Но после этого надо, наверное, знаете ли, уже кидаясь в ноги, проситься в Легион Свободы России или в РДК, или в Легион, в Сибирский, вернее, батальон. Потому что это им действительно даст возможность, во-первых, доказать, ну, доказать, так сказать, уже на деле, до какой степени они понимают всю преступность путинского режима. А с другой стороны, просто надо же понимать, как поступают с теми даже, кого обменяли. Тут же роковые ошибки, которые уже невозможно исправить тем, кто решил, что им надо, значит, вот оказаться вот в этих вот обменных списках. Я почему это говорю? Потому что украинские военные не выдуждают никого. То есть если кто-то говорит, что он не хочет вот в эту страну, которая, скорее всего, поступит каким-то антигуманным образом, то в таком случае у этого военнослужащего, несмотря на то, что, да, конечно, все очень индивидуально, безусловно. Но, тем не менее, есть, как известно, хочу жить. Можно сдаться в плен еще быстрее. И я у себя на канале размещала в свое время ролик. И вы знаете, у меня он набрал какое-то рекордное количество просмотров. Ну, то есть для моего канала там полтора миллиона просмотров. Это действительно много. То есть нельзя сказать, что это вы не смотрели, не видели или не знали. И это, конечно, для, вообще-то говоря, них, в общем-то, спасительный канал. И лучше, конечно, прибегать к помощи этого канала сразу же, как только, ну, по какой-то причине не получается. Не получается вот иначе. Не прийти вот в эти вот во все преступные формирования под названием так называемая армия. Знаете, уже шутили на тему того, что она о себе распространяла миф, что она вторая в мире. Потом, значит, она достаточно быстро оказалась второй в Украине, а теперь она еще и вторая в России. Поэтому тут нужно следующее сказать, что, к сожалению, кроме тех, которые вот сейчас оказываются в плену, еще есть довольно много таких, которые уехали, когда они поняли, что угрожает еще более жесткая мобилизация. Но оказавшись за границей, они опять-таки не приняли единственного спасительного для себя решения. То есть они не нашли в себе достаточного, ну, я даже считаю уже, знаете, это даже не умом назвать, а какой-то хотя бы, я не знаю, здравомыслия, что ли, чтобы понять, что для того, чтобы им вот хоть где-то существовать, раз Европа, как вы понимаете, поступает по-разному, сначала можно было куда-то им, значит, приткнуться, теперь уже нет. И вот посмотрите на российскую оппозицию, которая упрямо, упрямо одно и то же вещает. Где вы видели, чтобы они поддержали Легион Свободы России в своей основной массе? Где вы видели, чтобы была финансовая или информационная поддержка РДК, или Легиона Сибирь, батальона Сибирь? Я вот никак не могу понять. Они там сидят у себя на грантах, наверное, неплохо себя чувствуют, и понимают, что у них есть, наверное, какие-то документы пребывания более устойчивого характера, чем вот у тех, кто туда ринулся, вот спасаясь от, в том числе, вот этой путинской утилизации. А в дальнейшем очень многие вынуждены были после того, что им все позакрывали с двух сторон, потому что, понятное дело, что они с собой не могли взять, ну, ни на личности, ничего толком, и были какие-то карты, которые им тут же позакрывали, и вот они начали, значит, выстраиваться вот этим вот дурацким потоком обратно, значит, опять, фактически вот для того, чтобы в итоге пополнить вот этих вот ряды вот этих преступников. Ну, понятно, они делают правильные решения, когда бегут, конечно же, сдаваться в плен, но этого недостаточно. Для того, чтобы сохранить себе жизни, этого явно недостаточно. Как только их обменивают, велика вероятность того, что их будут судить, сажать, для того, чтобы снова в этом же, вот, как это сказать, пушечным мясом этих утилизантов опять отправить в эту же самую мясорубку. Поэтому до тех пор, пока у них не сдвинется что-то в голове, пока они не поймут, что освобождаться надо, в том числе, узурпированный Путиным вот этой России террористический консорциум, ныне и по-другому не назовешь. Может быть, там когда-то возникнет 20 или более каких-то совершенно не угрожающих миру стран новых. Может быть, там будет совершенно другая вообще история когда-нибудь. Но пока на данном этапе, я считаю, что как-то уж очень долго доходит и до многих ценой непоправимой, я бы даже сказала. Доходит и доходит настолько долго, что все эти годы, в общем-то, надо признать, что единственной бескомпромиссной настоящей силой, мужественной, отважной, которая дает отпор и побеждает этого левиафана, эту тюрьму народов, является украинский народ и вооруженные силы Украины. Еще раз хочу поблагодарить всех и каждого, и в том числе за невероятные, сегодня мы все читали, то есть я даже не возьму сейчас сказать с процентным соотношением, но я так понимаю, что более 90% этих целей было сбито, и благодаря этому, конечно, мы пережили этот день, хотя, конечно, есть и мои соболезнования, есть, конечно, и жертвы, есть и пострадавшие. Просто я хочу сказать, что слава богу, развивается ПВО, и, конечно, я думаю, что, как вы знаете, вот это звучит, наверное, дико, но я думаю, что они, наверное, потирали свои мерзкие, людоедские ладони в расчете, что будет что-то пострашнее ими устроено. Ну вот, что касается вот этих самых утилизантов или даже срочников, оказавшихся вот таким вот образом вот где-то, например, в Курской области, я думаю, что им надо немедленно всем хвататься за телефоны, искать горячую линию «хочу жить» и как можно быстрее совершать единственно возможный поворот в своем сознании, что их задача — это свою в том числе страну освободить от преступников, от этих клептократов, от казнократов, подонков, убийц. А сегодня просто это маньяки уровня Чикатило у власти в России. Поэтому я думаю, что если бы вот они немножко сделали шаг дальше и меньше бы слушали, ну, в том числе тех оппозиционеров, которые по какой-то непонятной мне причине до сих пор не поддержали, например, вот освобожденную часть, уже существующую в Курской области, как-то вот, знаете, непонятно мне, почему они из-за границы продолжают вещать о чем-то, когда исторические события происходят вот именно сейчас и вот конкретно в Курской области. У них есть возможность, опять-таки, взять более проактивную позицию, помочь в том числе вооруженным силам Украины. И я вам скажу, что этот политический вакуум, который таким образом существует, он будет в любом случае восполнен, заполнен. Я наверняка думаю, существуют уже достаточно авторитетные, уже новые совсем и, может быть, никому еще даже толком, так сказать, широко в мире неизвестные. Будущее политики наверняка найдется и среди добровольцев в Легионе или в РДК весьма популярные в Курской области будущие политики. И я думаю, что вот таким вот образом более активно действуя, и вспоминая вот эти все страшные периоды своей собственной истории, я имею в виду в том числе уже теперь европейский эстаблишмент, кто-то говорил, что хорошо бы, если бы Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Вот ваш шанс. Хорошо бы вспомнить, как оккупирован и сколько оккупирован Кёнигсберг. Ваш опять-таки шанс. Я уже говорила про Финляндию, про то, сколько оккупированы территории, Карелия, Выборг. Это же все, ну, я не думаю, что может быть стерто или забыто в памяти финнов. То же самое я могу сказать про японцев. Нам бы не помешал сейчас вот такой второй фронт. А Китай, они же говорят, что Россия их главные обидчики, что столько земли, сколько у них совершенно незаконно захватило и аннексировало Россию, столько еще не было никем другим за всю их там многотысячелетнюю историю сделано. Поэтому я просто считаю, что в ответ на абсолютно героические, профессиональные и очень эффективные усилия и меры, которые принимаются вооруженными силами Украины, очень бы хотелось получить разрешение на без ограничений на дальность использования американского вооружения. Хотелось бы получить Таурусы. Я бы вообще хотела, чтобы мы заговорили о томогавках для ВСУ. Я много чего хотела бы услышать от западных партнеров, и в том числе от российской оппозиции. Поэтому о том, что Путин, ну, подонок, маньяк, чикатило, я уже даже, знаете ли, там слова подыскивать, это и так всем понятно. Он будет делать все, что только наихудшее он может сделать. Но в то же самое время я не перестаю восхищаться каждым днем вооруженных сил Украины. И я хочу сказать, что если есть такие, которых это не воодушевляет, не восхищает достаточно, чтобы присоединиться всей мощью своих возможностей, то тут, наверное, надо сказать, знаете что, остановите землю, я сойду. Мария, у нас не так много времени остается, но хочу спросить еще о таком фото с Путиным, диктатором Путиным, опубликовал скандально известный сын Кадырова Адам. Накануне он получил высшую награду Чечни, орден Кадырова. А к чему вот это выпячивание 16-летнего орденоносца? Ну и в целом, сейчас все больше новостей о детях именно Кадырова, чем о самом Рамзане. Готовятся передавать власть, потому что многие СМИ пишут давно уже о проблемах с его здоровьем. Ну, смотрите, проблемы с его здоровьем были очевидны, по-моему, даже невооруженным взглядом, особенно там некоторое время назад, когда он отекал, просто как будто, знаете ли, это какая-то надутая жаба. Но при всем при том, тут надо, наверное, припомнить вообще-то историю его непосредственно семьи. Она вся, то есть ключ к успеху, это предательство. То есть что сделал его отец? Он предал чеченский народ. Его отец Ахмат Кадыров фактически сдал все, что мог Путину. То есть он предал чеченский народ, который в 91-м году имел полное право на отсоединение и на независимость. То есть также это, во-первых, была автономия. И у них была принята конституция. Они вели борьбу за независимость, серьезную, большую борьбу. И войны шли за нее в том числе. Но вот именно предательство Кадырова было одним из тех самых звеньев, которые позволили Путину все-таки оккупировать сегодня будем говорить Ичкерию, потому что, чтобы уже не путать одно с другим, потому что свободная Ичкерия, конечно же, еще будет. Она и есть, но она в изгнании на сегодняшний день. А вот клан вот этого, ну, скажем так, династийного предателя, вот он сейчас у власти, и причем надо же тут тот же понимать, чем он удерживает эту власть. То есть это всегда только кровь. Это кровь, ну, просто я не знаю, в которой он, по-моему, уже искупался. И в этой связи я хочу сказать, что у Путина было несколько рывков. Вы правильно заметили, что он сначала молчал, сначала был паралич, потому что, наверное, сколько, 80 с лишним лет не было ничего подобного. То есть государственная граница, и Путин все время преподносил это как свое крупное достижение, вот это в числе там так называемой стабильности и прочее. Почему обычный россиянин не должен выходить из дома и даже там запрещено ему светить фонариком? Потому что Путин ему якобы гарантирует вот эту несуществующую, как мы теперь уже видим, ни стабильность, ни безопасность. И вот, теперь представьте себе, он сначала метнулся, значит, куда ему было деваться. Он сначала назначил не военных, а именно ФСБ, то есть Бортникова, в первые дни, который, очевидно, не справился. Тем более, что он давно хочет на пенсию, но в силу того, что там кланы слишком сильно между собой дерутся, он вот в силу обстоятельств до сих пор в 73 года никак, значит, незаслуженный вот этот свой не обретет покой, пока еще, к сожалению, не вечный. Вот, но даже такой временный. Значит, тогда Путин метнулся к своему любимчику Дюмину, решил, что раз у него это получилось один раз с Пригожиным, этим своим кровавым поваром, но там по другой причине, просто будучи личным дегустатором Путина много лет, Дюмин хорошо знал главного повара и все эти его кейтеринговые сервисы, которые напрямую, значит, с ним контактировали много лет. Поэтому он не то, чтобы какой-то там силой или какой-то там находчивость, а вот какими-то другими аргументами он все-таки убедил, и тогда этот бунт, мятеж Пригожина не дошел до Москвы, когда оставался каких-то там 200 километров до Кремля. Ну и тогда уже Путин предпринял уже крайнюю агоническую попытку, он полетел, соответственно, вот в Чечню, где сначала он на коленях прополз, значит, по памятнику жертвам трагедии Беслана, причем уже можно в Википедии прочитать, это не только мое там мнение, а в Википедии можно прочитать, что если бы не его бездарная политика относительно вообще оккупации Чечни, а в дальнейшем и вот этих вот мер, когда сами террористы говорили или писали потом, что, значит, никто никогда не думал, что он решится, значит, стрелять по детям. Причем я даже сейчас вам скажу, что называть террористами это даже, наверное, не правомерно, не в полной мере. Мы помним все эту трагедию. Но давайте закончим быстро с этой высоты. Я вам хочу сказать, что семейка, которая свою карьеру построила именно на предательстве, вряд ли будет. Путину крупным подспорьем в тот момент, когда он уже проваливается под лед. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что это его метание агоническое вряд ли ему поможет. Поэтому слава Украине и слава ЗСУ. Героям слава. Мария, спасибо вам огромное, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и за этот интересный разговор. Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы РАФ, была с нами на связи. Спасибо вам большое. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин